Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения «Дюфрейн». Иисус сказал, «Вот дело Божье, чтобы вы веровали». Ученики спросили, что нам делать, чтобы творить дела Божьи, а не говорили о чудесах. Мы хотим видеть, как Бог делает то, на что способен только Он. Иисус сказал, «Когда вы будете совершать свое дело веровать, тогда Бог будет совершать свое дело проявляться». Хорошо, что же включает в себя дело веры? Разные места Писания это раскрывают. И одно из лучших мест, которое раскрывает дело веры, это Иисуса Навина 1.8. Бог проговорил Иисусу Навину, когда Он готовился возглавить второе поколение израильтян после смерти Моисея. Моисей имел дело с первым поколением, которое так и не вошло в землю. И Иисус Навин теперь лидер второго поколения израильтян. И Бог говорит ему, как превратить неуспешный народ в успешный народ, так и не вошедший в землю, в народ-завоеватель. Что же нужно делать? В одном стихе Бог дает ему рецепт, как войти в полноту того, что им обеспечено. Иисуса Навина 1.8. «Да не отходит, сия книга закона от уст твоих». Рецепт номер один, чтобы войти в полноту того, что Бог обеспечил. Чтобы пережить полноту. А что такое полнота? Все благое, все хорошее. Исцеление, здоровье, мир, процветание, победа, избавление. Все хорошее. Все хорошее. И он сказал, «Да не отходит, сия книга закона от уст твоих. Как на опыте пережить все хорошее?» Первое, что он говорит, вам придется разобраться со своими устами. Дело веры начинается с ваших уст. Когда он сказал, «Вот дело Божье, чтобы вы веровали». Дело Божье, дело веры начинается с ваших уст. Именно уста дисквалифицировали их и не дали им войти в землю. И уста же квалифицируют их, чтобы войти. Люди скажут, «Вы говорите о делах. Вы абсолютно правы. Я говорю о делах». Но Иисус заплатил за все. Бог все обеспечил. Нам не нужно ничего делать. Правда? А Иисус этого не знал. Потому что Он сказал, «Вот дело». Аминь. Нам не нужно трудиться, чтобы заработать то, что нам обеспечено. Послушайте, спасение не нужно зарабатывать. Но когда вы спасены, дела – это все. Дела – это все. Нельзя просто сидеть и надеяться, что все свалится на вас. Не свалится. Нам всем нужно совершать дело веры, чтобы взять то, что Он даром обеспечил для нас. Аминь. Итак, первое, что нам нужно делать – «Дай не отходит сия книга закона от уст твоих». Чтобы прийти к исцелению, нам нужно начать со своих уст. Чтобы прийти к преуспеванию, нам нужно начать со своих уст. Это первое, что нам нужно проверить, что происходит в наших устах. Потому что именно это дисквалифицировало первое поколение и не дало ему войти в землю. Они жаловались на Бога, на Моисея, на Аарона. Хотели вернуться в Египет снова и снова. Почему? Они не изменили свои уста, потому что они не изменили свое мышление. Аминь. Итак, Он сказал, «Да не отходит сия книга закона от уст твоих. Дело веры начинается с наших уст. И заметьте, это образ жизни. Не отдельные моменты правильных слов, а правильные слова как образ жизни. То есть, обстоятельства не наполняют наши уста. Слово наполняет наши уста. Потому что обстоятельства будут колебаться, а слово не меняется никогда. Да не отходит сия книга закона от уст твоих. Знаете ли вы, что когда вы противостоите дьяволу, это слово в ваших устах. Когда вы отвечаете дьяволу, это слово в ваших устах. И когда вы исповедуете. Но не думайте, что слово в ваших устах только когда вы исповедуете места Писания. Когда вы говорите, «Дьявол, убери свои руки», это слово в ваших устах. Когда вы провозглашаете «деньги придите», это слово в ваших устах. Когда вы говорите «Отец, я поклоняюсь Тебе», это слово в ваших устах. Поклонение и хвала – это слово в ваших устах. Так часто мы думаем, что только исповедание Писания – это слово в наших устах. Аминь. Каждый раз, каждый раз, когда мы действуем в соответствии, говорим в соответствии со Словом, это слово в наших устах. Так что, да не отходит сия книга закона от уст твоих. И второй рецепт – дело веры, но поучайся в английском, размышляй о ней день и ночь. Что значит размышлять? Видите ли, слово в устах работает с вашим языком, а размышления работают с вашей умственной жизнью, с тем, о чем говорила пастор Дебби, с вашим вниманием, с тем, на чем сосредоточено ваше внимание. Слово в ваших устах ничего не даст, если вы думаете о чем-то неправильном. И я вам скажу, достаточно долго, находясь среди движения слова веры, можно научиться правильному сленгу. Можно научиться сленгу веры. Ум просто продолжает делать то, что делал всегда, а мы научились сленгу и знаем, что говорить, находясь среди верующих. Я верю в это, я верю в то, потому что мы научились. Это хорошо, учиться нужно. Но в основании слов должны лежать правильные мысли, иначе это просто сленг. И именно над этим работают размышления. Потому что размышления берут слова, которые вы говорите, и доносят их до вашего духа. Почему слово должно попасть в дух? Потому что вера в духе, она не в уме. Если вы будете просто говорить из головы, в этом не будет никакой веры. Поэтому слово должно попасть в наш дух. Его нужно донести до нашего духа. А это происходит только через размышления. Бывает, люди говорят слово, звучат правильно. Послушайте, за многие годы в служении я постоянно нахожусь рядом с людьми, которые хоть как-то связаны с церковью. И бывает, слышишь людей, они говорят правильные вещи, но их жизнь выглядит совершенно не так, как они говорят. И если не быть осторожными, можно голову сломать. Они ведь говорят все правильно. Значит, чего-то недостает. Недостает размышлений. Когда люди говорят правильные вещи, но их жизнь совершенно не похожа на их слова, это значит, что недостает размышлений. Слово не живо в них. Оно только в их устах, но оно не живо внутри них, в том, как они думают, как они все пропускают через себя. Размышления позволяют вам все пропускать через слово, а не через свои чувства. Аминь. Размышления делают для вас то, что слова не могут сделать. Размышления работают над вашей умственной жизнью. Помните, что сказал Иаков? Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Да не думает. Двоящиеся мысли – это когда вы говорите правильные слова, а про себя, лежа в кровати, думаете совсем другое. Двоящиеся мысли. И послушайте, нам всем приходится с этим сталкиваться. Как же справиться с искушением думать вразрез с истиной, которую мы знаем из слова? Размышления позволяют с этим справиться. Аминь. Размышлять – это говорить слово себе. Так часто можно оглянуться назад и увидеть, что размышления удержали вас на плаву, не дали всяким ветрам противостояния унести вас с курса. Размышления дают вам постоянство, неизменность. О жизни веры человека можно судить из постоянства в его жизни. Увидев вас в церкви, люди знают, с какой версией вас они встретятся. Если вы не знаете, с какой версией человека вам придется столкнуться, это проблема с верой. Человек не утвержден в слове. Почему? Потому что слова нет в его размышлениях. Помню, после того, как Эд ушел домой к Господу, дьявол особенно атаковал один бизнес-проект. Он крутился вокруг него, пытался что-то напортить. Бог сказал мне, напиши этим людям письмо, и я пошлю ангела с этим письмом. Я отправила письмо, и все словно взорвалось. В отрицательном смысле. Мы же думаем, если Бог что-то сказал, все автоматически встанет на свои места, детка. Мы так думаем. Мы полагаем, что нам известно, как все пойдет. Но когда вы делаете то, что говорит Бог, все может пойти по-другому в физическом мире. Может произойти обострение. И просто все обратилось против меня. И вот я в машине, держусь за руль во время всей этой атаки на разум и говорю, это истинно и не ложно. То, что Бог сказал, истинно и не ложно. Это истинно и не ложно. Мне не важно, что они говорят. Они лгут. Потому что я знаю, что Бог об этом сказал. Это они лгут. То, что Бог сказал, истинно. Они изменятся. Они изменятся. Эта ситуация изменится. Эта ситуация изменится. Вы знаете, в следующие полгода мне пришлось держаться за это. То есть я размышляла. Я не просто проповедовала и говорила это. Я размышляла об этом, пока ехала в машине. Я вспоминала то, что Бог сказал, и говорила это в лицо всякому чувству, в лицо каждому удару и каждому нападению. Я черпала то, что сказал Бог, и говорила, Бог сказал это. Бог сказал это. Бог сказал это. Когда Стивен и Морган планировали переехать в свой теперешний дом, все выглядело так, словно ничего не получится. Они уже были в доме, но было похоже, что люди, которые продавали дом, перехотели его продавать, потому что сделка еще не была завершена, и они хотели вернуть дом себе, а их заставить съехать. Стивен начал говорить о переезде, и я сказала, почему ты собираешься переезжать? Он ответил, ну, они нам дали короткий срок, установили дату, а у меня еще нет финансов, так что придется съезжать. Я сказала, минутку, что Бог сказал? Что Бог сказал? Он ответил, ну, Бог сказал, что это наш дом. И я ответила, значит, конец разговорам о переезде. Все, что нам нужно знать, чтобы достичь успеха, это что сказал Бог, что сказал Бог. Вот что такое размышление. Это знать, что сказал Бог, и не сдвигаться с этого в своих мыслях, не сдвигаться с этого в том, что вы проигрываете в своем воображении, и держаться за то, что Он сказал, это труд. Не тяжкий труд, но радостное дело. Потому что вы знаете, что вам нужно делать со своей умственной жизнью, когда другие уже давно бы расклеились. Вы знаете, что делать. Радостно знать, какое дело вам нужно выполнить. Знаете, когда у нас в церкви день уборки, например, перед конференцией, у нас такие замечательные люди в церкви. Они приходят, потому что это наш дом. И перед тем, как приедут гости, мы делаем дому уборку. И все приходят убирать. Неправильно приходить, сидеть в этом доме и пачкать его, а на уборку не прийти. Все приходят убирать. И вот, люди приходят в назначенный день. И у нашего администратора Диди все работы полностью расписаны. У нее весь список необходимых дел. И когда люди приходят, мы отправляем их к Диди, чтобы она дала им задание. Тогда людям не приходится слоняться вокруг «я не знаю, за что взяться». И никто не моет одно и то же место четыре раза. Такого не происходит. Потому что есть порядок в работе. Порядок. И радостно работать, когда вам сказали «вы уберите вон под теми деревьями». Хорошо, пойду и сделаю. Почему? Потому что вы точно знаете, что от вас ожидают. Так и с делом веры мы знаем, что от нас ожидается. Не приходится гадать, чего хочет Бог. Чего же хочет Бог от тебя сегодня? И надеюсь, ты правильно угадаешь, иначе бум, разверзнется земля, и ты полетишь вниз. Нет, это радостное дело, потому что все ясно. В чем состоит наше дело? Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но размышляя о ней день и ночь. Многие размышляют о своих проблемах день и ночь. Бог говорит, размышляя о слове день и ночь. Послушайте, настало время чудес, и мы не сможем в них войти, размышляя о препятствиях на нашем пути. Как войти в чудеса? Как насчет того, чтобы по дороге в церковь размышлять о вырастающих руках, о вырастающих ногах? Как насчет таких размышлений? Да не отходится я книга закона от уст твоих, но размышляй. Вам придется знать, что вам сказал Бог, что вам сказал Бог. И уж лучше держитесь за это, держитесь за это. В этом вся суть размышлений. Что вам сказал Бог. Послушайте, слово необъятно, оно настолько обширно, и вам не нужно открывать слово и говорить, сейчас найду что-нибудь для размышлений. Дух Святой побудит вас заострить на чем-то свое внимание. То, что Он подскажет, о том вам и нужно размышлять. Не просто выбирайте сами что-то случайное. Дух Святой пропишет вам стих, которым нуждается ваша жизнь. И если Он вам прописал один стих, не надо искать семь. Дьявол с удовольствием подсунет вам семь стихов. Он знает слово. И Он с удовольствием подсунет вам семь стихов, чтобы отвлечь вас от того одного, который вам прописал Дух. То, к чему Бог побуждает вас в сердце, об этом и размышляете. Именно это вкладывайте в свои уста. Вы замечали, что когда вы с чем-то сталкиваетесь, в один день Дух приносит вам один стих, и Он настолько живой, что просто горит внутри вас, как будто Он ваш собственный. А-а-а! Все слезьте с моего стиха, это мой стих. Понимаете? А на следующий день вы встаете, и этот стих практически мертв для вас. И теперь Дух Святой побуждает вас к чему-то другому. Следуйте за Ним, потому что Он заполняет полки вашего Духа всем, в чем вы нуждаетесь. Поэтому, когда Он говорит, да не отходит сия книга закона от уст твоих, но размышляй о ней, да будут это размышления, предписанные Духом. Вы спросите, как мне узнать, что Дух предписывает мне? Но если Слово постоянно у вас на устах, вы будете чувствительны к Духу. Аминь. Да не отходит сия книга закона от уст моих. Обратите внимание, чудеса начинаются в наших устах. Дело веры начинается с того, что мы говорим. Помните, что Эд сказал Духом, в этом пробуждении последних дней все пять даров служения будут действовать в полную силу. Он сказал, все девять проявлений Духа будут действовать в полную силу. Мы не можем действовать в полную силу, когда не прилагаем максимум усилий, чтобы совершать дело веры. Я верю, что именно поэтому Бог сказал мне, настало время чудес. О чем Он говорит? Время совершать дело веры, чтобы дело Божье могло исполниться. Аминь. Итак, в чем же дело Божье? В том, чтобы верить. Это наша роль. Наша часть дела Божьего. Есть его часть. Но наша часть в том, чтобы верить. И начинаем мы со своих уст. Потом переходим к размышлениям. На самом деле это происходит одновременно. Вы храните слово в своих устах через размышления. То, о чем вы размышляете, наполняет ваши уста. И третье, что Он нам предписывает, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Другими словами, делайте то, что Он говорит. Просто делайте то, что Он говорит. Вам не нужно разбираться, что делать. Просто делайте то, что Он говорит. И Дух поведет вас в ваших действиях. Не просто решайте наобум, какой акт веры вам совершить, чтобы доказать, что у вас есть вера. Послушайте, вы можете действовать и действовать, но не действия приносят веру. Так многие действуют, пытаясь заполучить веру. Они выбрасывают лекарства, потому что думают, что так они вынудят Бога их исцелить. Или жертвуют определенную сумму денег, потому что если я это пожертвую, то Бог будет обязан. Нет, нет. Действовать нужно не в попытке обязать Бога, а на основании водительства. И Дух поведет вас действовать в соответствии с вашей мерой веры. Как же получить больше веры? Во-первых, вложите Слово в свои уста. Вложите Слово в свои уста. Размышляйте о нем. Тогда Слово оживет для вас. Если можно так выразиться, вы превратитесь в собственника этого Слова. Это уже не будет для вас какой-то случайный стих, но он будет вашим. Вы увидите в нем помощь и ответ, дабы в точности исполнять, делать. Я рассказывала нашей церкви об иллюстрации, которую Бог мне дал по этой теме. Обратите внимание на божественный порядок. Слово в устах, в размышлениях, и потом Дух укажет вам, что делать. Действия не придут, пока вы не вложите Слово в свои уста, потому что действия будут бесплодными, пока вы не будете полны Слова. Когда Дух укажет вам, что делать, когда ваши уста будут полны и ваши размышления будут полны, тогда вы будете готовы действовать. Тогда вы будете готовы действовать. Поэтому люди говорят, это ваша вера не работает. Она не работает для пустых людей. Вам нужно вложить Слово в свои уста, и вам нужно размышлять о нем. Тогда ваши действия будут попадать в цель. Действия по водительству Духа попадают в цель. Вот что такое дело веры. И Бог дает вам тренироваться на вашей личной жизни, чтобы здесь собирались люди, уже привыкшие говорить правильно, думать правильно и действовать соответственно. Аминь. Тогда у нас будут общие, единые результаты, более высокого уровня, с более великими проявлениями. И вот какой пример Бог мне дал. Знаете старинные мушкеты? Если вы смотрели старые фильмы, там парни не просто хватали мушкеты и тут же щелк-щелк-щелк-щелк, потому что тогда бы ничего не вылетело, детка, ничего не вылетело, одни щелчки, там был целый процесс. Нужно было засыпать порох, закатить пулю и вставить бумажный пыж, так? Вот что такое слово в ваших устах – заряженное оружие. И просто зарядить было недостаточно. Они брали шомпол и утрамбовывали. Почему? Для точности. Заряд и выстрел ничего не дадут, если вы не точно стреляете в цель. Вы зря потратите заряд. Итак, они трамбовали. И только в-третьих, что? Стреляли. Никто не стрелял, не зарядив и не утрамбовав. Слово в ваших устах – это заряженное оружие. Шомпол – это размышление. Вы трамбуете слово в свой дух. Заполняете им свою умственную жизнь. Забиваете им свое внимание. Вы трамбуете его как следует. И вот тогда, когда дух говорит, видишь, вон там за деревом – бум. Почему? Потому что у вас только один выстрел. Мушкет – это вам не автомат. Был только один выстрел. Что это значит? Убедитесь, что вы стреляете в правильное время и в правильную мишень. Итак, в чем заключается дело веры? Наполнить свои уста, размышлять, наполнить свои мысли, наполнить свое внимание и следовать за Духом Святым в действиях. Вот что такое дело веры. Ученики спросили, что нам делать, чтобы творить дела Божьи. Вот дело Божье. Вкладывайте слово в свои уста. Заполняйте словом свой дух и свое внимание. И потом действуйте по водительству Духа. Аминь. Не так ли произошло самое первое чудо, которое Иисус совершил на земле? Какое чудо? На свадьбе. Мне нравятся взаимоотношения матери и сына в этой ситуации. Мария подходит и говорит, у них вино закончилось. Иисус отвечает, а я тут при чем? И знаете, что она ему ответила? Ничего. Она больше ничего ему не сказала. Ей было все равно. Все равно. Все равно. Она у него что-то просит. А он отвечает, женщина, еще не мое время. Она на это даже не реагирует. Поворачивается к слугам и говорит, сделайте то, что он скажет. Что скажет он вам, то сделайте. Что это значит? Я говорю тебе сказать им что-то. Именно так она и сделала. Что скажет он вам? Теперь он вынужден. Мама вынудила его. Что скажет он вам? Сделайте. Вот дело веры. Все, что он скажет вам, сделайте. Все, что он скажет. Все. Все, что он скажет. Скажет. А не все, в чем вы способны разобраться. Все, что он скажет. Не все, что вы можете просчитать. А все, что он скажет. Сделайте. Когда он говорит, жертвуй. А вы отвечаете, у меня денег нет. Он не сказал вам считать. Он сказал, жертвуй. Так? Когда он говорит, купи эту недвижимость, у меня нет денег для этого. Я не сказал тебе иметь деньги, я сказал тебе купить ее. Видите, мы добавляем что-то свое к тому, что он говорит, и дисквалифицируем себя, сбрасываем себя со счетов. Дело веры – это просто делать то, что он говорит. Аминь. Мы в потоке чудес. Мы в нем, мы в нем, мы в нем. Но суть не в том, чтобы теперь сидеть и ждать, а в том, чтобы повернуться и слушать, смотреть, что нужно делать. Суть в том, чтобы нам стать умелыми в слове. Аминь. Мы благодарим тебя за это, Отец. Войди в это, войди в это, войди в это. Войди в это служение. Войди в это место. И займи его. Это подходит тебе. Это твое место. И благословение Божье на этом месте. Мы благодарим тебя, Отец. Когда Бог мне что-то говорит, я слежу за тем, чтобы не добавлять к этому свое истолкование. Поэтому я не буду истолковывать переназначение. Близится переназначение. Но до этого научись всему, что есть в этом сезоне. Научись всему. Мы благодарим тебя за это, Отец. Мы благодарим тебя. Мы благодарим тебя. Мы благодарим тебя, Отец. Мы благодарим тебя, Отец. за больший опыт в Духе. За то, что ты даешь этот опыт в Духе. Мы благодарим тебя, Отец. Мы благодарим тебя, Отец, за это. Мы благодарим тебя за это. Не так, как было прежде. Нет, не просто продолжайте делать все так, как делали прежде. Но будьте открыты к тому, что говорит Дух. К тому, как Он ведет. Какие указания Он дает. Не просто говорите, мы так делали всегда. Нет, нет, нет. Выложите все перед Ним. Выложите все перед Ним и скажите, Отец, если ты нас перенаправляешь в эту сторону, мы пойдем в эту сторону. Если ты хочешь, чтобы это было так, мы будем это так делать. Не упирайтесь, что все должно быть именно вот так. В своем мышлении не упирайтесь, не предполагайте, что все должно быть так и не иначе. Но позвольте Духу определять, как все должно быть. Позвольте Духу определять. Позвольте Духу определять это. Он автор этого. Бог автор этого. Позвольте Ему быть единственным автором. Не пытайтесь подглядеть чуть-чуть, а частично досочинять сами. Пусть он полностью будет автором. Мы благодарим тебя за это, Отец. Сила выходит навстречу движению. Мы не ждем, чтобы все было как надо, чтобы начать двигаться. Мы не ждем даже, чтобы что-то было как надо, чтобы начать двигаться. Сила выходит навстречу движению. Чем больше мы двигаемся, тем больше сила течет. В финансах, в теле, во всем, что он говорит. Чем больше мы двигаемся согласно тому, что он говорит, тем больше сила течет и исполняет то, что он говорит. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн.